Новая реальность продолжает диктовать свои условия. Теперь, чтобы пообедать в кафе или ресторане, денег в кошельке недостаточно. Ни одно заведение общественного питания не впустит гостя без специального QR-кода. Двухмерный штрих-код на сайте госуслуг свидетельствует о том, что человек безопасен для окружающих. Его автоматически присваивают каждому, кто прошел оба этапа вакцинации против COVID-19. Вместе с QR-кодом посетители общепита просят предоставить паспорт, чтобы сверить данные. Впрочем, прийти в ресторан, бар или кафе можно и после первой прививки, предъявив сертификат на бумаге. Правда, отдыхать в этом случае разрешат только на летней веранде. Настроен позитивно далеко не каждый. С начала пандемии любовь работает удаленно, чаще всего в кафе и ресторанах. Чтобы войти в заведение, ей пришлось сделать ПЦР-тест стоимостью свыше двух тысяч рублей и скачать сразу несколько приложений, чтобы подтвердить отрицательные результаты анализа. Я не понимаю и недоумеваю, почему в рестораны ходить нельзя, а, допустим, в метро переполненное можно ездить без масок, где на входе проверяют, почему у нас все пляжи переполнены, почему у нас в торговых центрах люди могут ходить, допустим, без тех же масок, там можно спокойно зайти в любую аптеку без маски. Дискомфорт и убытки больше остальных сейчас ощущают владельцы и сотрудники общепита. Существенно упала посещаемость. Хорошо тем, у кого есть летняя площадка. Но даже здесь места для гостей стало значительно меньше. Места, конечно, сократились полтора метра между столами. Все эти уже знают ограничения, три метра квадратных на человека, то есть очень сильно сокращают. У некоторых ресторанов в два раза, у кого-то в три. То есть все в зависимости от внутреннего интерьера и убранства. Специалисты просят набраться терпения. Буквально через пару недель прогнозируют увеличение количества полностью привившихся горожан. По словам начальника управления потребительского рынка услуг и рекламы Юрия Дуденкова, к спаду посещаемости заведения общепита в городском округе были готовы. Введение новых противовирусных мер не отменяет старые термометрии, антисептики, перчатки и маски по-прежнему актуальны. Обратите внимание, у каждого сотрудника ресторана на маске время, когда маску одел сотрудник. Мы не забываем о том, что мы бережем не только посетителей клиентов, но и своих сотрудников не более двух часов ношения маски. Постановления о новых ограничениях из-за коронавирусной инфекции вступили в силу 28 июня. В случае несоблюдения требований нарушителям грозят внушительные штрафы. Соблюдение правил посещения кафе и ресторанов в Химках строго под контролем. Ежедневно компетентная комиссия проверяет сразу несколько заведений, пока нарушений не выявили. Распоряжения все выполняются. Действительно, проехав несколько точек общепита, мы увидели, что дирекция ресторанов не впускает, а также администраторы разъясняют жителям, что они могут пройти в веранду, либо заказать еду на вынос, но посещение ресторанов должно быть соблюдено с QR-кодами. Специалисты уверены, такого рода ограничения помогут существенно улучшить эпидемиологическую обстановку и позволят минимизировать распространение заболеваемости в городском округе.